Императорский фарфоровый завод Популярность фарфора и высокая потребность в нем в сочетании с высокой стоимостью импортной продукции естественным образом привела к мысли об организации собственного производства фарфоровых изделий. В 1744 году, по указанию императрицы Елизаветы, под руководством барона Черкасова на берегу Невы, в 10 километрах от Петербурга началось строительство порцелиновой мануфактуры. Порцелином в то время назывался белый фарфор от итальянского порцеллино – поросенок. В 1765 году Екатерина инициировала реорганизацию Невской мануфактуры, которая получила название Императорский фарфоровый завод, поставив задачу удовольствовать всю Россию фарфором. Однако фактически невысокие объемы выпуска и большая потребность императорского двора в фарфоре приводили к тому, что двор был практически единственным покупателем завода и скупал всю его продукцию по высоким ценам, что позволяло не гнаться за прибылью, а сосредоточиться на создании ценных в художественном отношении предметов. Первыми изделиями императорского завода были посуда, первоначально копировавшая форму широко применяемой металлической и мелкие декоративные вещи, такие как табакерки и небольшие фигурки людей и животных. Вся продукция поставлялась исключительно ко двору. Фарфоровыми табакерками Екатерина жаловала придворных за заслуги. Лишь в 1756 году был построен большой горн, в котором начали изготавливать более крупные предметы. Серия скульптур народа России, содержавшая изначально около ста фигур, изображала национальный состав Российской империи. В дальнейшем к ней были добавлены типажи промышленников, ремесленников и торговцев. К концу XVIII века на заводе наметился первый кризис. Производство выросло настолько, что императорский двор, единственный постоянный покупатель, уже не мог скупить весь произведенный товар, а других рынков за пределами Петербурга у завода не было, так как его исключительно дорогая продукция не выдерживала конкуренции с продукцией частных фарфоровых заводов, уже во множестве появившихся к тому времени в России. Фарфоровый завод Попова Завод был основан в 1802 году, уже в 1806 производство приобрел московский купец Алексей Гаврилович Попов. К 1814 году на производстве фарфора у Попова уже были заняты 283 наемных работника. Производство продукции обеспечивало 6 горнов. Изделия нового завода очень быстро завоевали симпатии российских покупателей. Главными составляющими успеха стали дешевизна, высокое качество фарфоровой массы и превосходный художественный уровень. Именно на заводе Попова делали лучшую на тот момент практичную и недорогую трактирную посуду. По всей России посетители чайных заведений пили ароматный напиток из красивых и прочных изделий завода Попова. Это были в первую очередь серийные экземпляры – чайные пары, чайники, блюдца для сахара. Объем производства трактирной посуды был впечатляющим. В 1859 году было произведено 19 тысяч чайников, 6540 дюжин чашек, 1250 дюжин блюдец. В 1850-е годы оборот фабрики доходил до 50 тысяч рублей в год. Особенно ценным и высокохудожественным видом продукции завода были серийные скульптурные миниатюры из фарфора, изображавшие пасторальные сцены персонажей российской крестьянской и городской среды. Известные серии статуэток выпущены заводом на темы басен Крылова, посвященные народным забавам и различным профессиям. Поповские тарелки, чашки, чайники были популярны и в крестьянской, и в мещанской среде. Фарфоровая фабрика Алексея Гавриловича Попова и его наследников просуществовала вплоть до начала 70-х годов XIX века. Искусствоведы ставят поповский фарфор на второе место после Гартнеровского по популярности его в России того времени и по уровню художественного исполнения. В настоящее время изделия фарфорового завода Попова составляют гордость музейных коллекций в самых разных городах России.